Доброе утро, глубоко уважаемые любители лёдных видов спорта! Такое утро счастливое, с чего начинается? С подготовки Таурус в Эпистрель. Мы не стали снимать, как мы выкатываем с Таурус в фюзеляж, потому что в предыдущем ролике это всё было. Время сейчас 9 часов утра, мы готовим технику к полёту. День сегодня будет потрясающий. Небо чистое, прозрачное, продуло всю хмарь, которая была несколько дней из-за ветра с юга, с Африки. Все планиристы готовят планера. И сегодня будет мой первый полёт. Ну, уже, собственно, когда я буду пилотировать этот планер под руководством инструктора Терри, я всё вам буду рассказывать сегодня. То есть сегодня первый полёт на своём Таурусе. Вот неожиданно, да? Снимал осенью ролик, снимал, и вот так получилось. Мы сейчас немножко поснимаем, как правильно собирать Таурус, потому что я сам не знаю. И перво-наперво особенности прицепа вот этого авионика в том, что крыло можно переставлять в процессе. То есть оно, видите, двигается опора под него. И ставится сначала крыло далеко, чтобы выкатить фюзеляж. А потом его обязательно нужно подвинуть в центр. Почему? Потому что присутствует у нас вентиляция бака. Вот такая трубочка. И если не заметить, её можно снести в газовый амортизатор. Как говорит Терри, всё надо делать слабо, очень медленно. Вот мы потихонечку, медленно, но уверенно будем собирать Таурус. Я, конечно, подрежу лишнее, но вы уж не обижаетесь. Если кто не хочет смотреть сборку, промотайте это. Ты готов? Да, я тоже. Это для подключения батареи. Ты должен поставить колесо. Первым делом выпускаем шасси. Есть. Наши два колеса вышли. Шасси готовы. Теперь мы можем скатить с ложементов наш Таурус, и он дальше собираться будет на своих двух колесиках. В обычном плане или так не делают, сначала собирают. Почему? Потому что гидравлическая вот эта система может сложиться, и на с одного колеса планер пытается куда-то упасть, в общем, поломаться. Ничего хорошего. Здесь такого нет. Здесь всё проще. Окей, это簡単. Много簡単, как другой глайдер. Я снял защиту. Я, друзья, снял защиту. Она одевается на крыло, можно сделать покрасивее, для того, чтобы, не дай бог, не цапнуть фюжеляжем, вот этими металлическими деталями фюжеляжа, крыло. Убираем всё лишнее. Для меня это непривычно, потому что это означает вообще конец сборки обычного планера. Святая святых, штыри. Драгоценная часть планера, которая сохраняется, как зеница ока. Вот они, штыри. Вот это всё то, что держит крылья. Смазанные, смазочкой. Вот тут смазочки даже немножко. Обязательно должны храниться хорошо и правильно. Наверное, всё-таки я бы их хранил в промасленной тряпочке, а не в полиэтилене. Ну, переделаем. Вот это что интересно такое. Ну, сейчас узнаем. Интересно. Смазывание штырей. Их надо обязательно перед сборочкой смазать, чтобы они легче зашли. Ну, потом избыток смазки уберём. Кашу маслом, как говорят, не испортишь. Вот, друзья, тот самый момент опасный, когда трубочка прошла. Всё хорошо. С таким прицепом нужно быть аккуратным. Крыло реально не тяжёлое, по крайней мере, моя часть. Вот, тележка дошла. Оп. Окей, тейк. Терри помогает, поэтому основной это самый сильный я. Ну-ка. Ха-ха-ха-ха. Семьдесят килограмм. Друзья, это смешно. Крыло ничего не весит. То есть, обычно я одеваю корсет, потому что у меня был на параплане в 20 лет сломанный позвоночник. Но, чё-то я решил быть красивее сегодня, без корсета. Лёгкое крыло. Оно сравнимо с... Ну, конечно, с мини-лаком вообще несравнимо. То есть, оно сравнимо с каким-нибудь одноместным планером обычным. То есть, где вот, вот, даже, наверное, одноместные иногда потяжелее бывают. Если вы разрушаете крыло, то это 18 тысяч евро. Это очень дорого, но у вас есть это в 3 месяца. Не плохо. В передаче? Окей, достаточно. Видите, крыло... Да, крыло должно быть в передаче. Да, да. Поэтому правильный стороной должен быть в первую очередь. Это не большой проблемой. Окей. Мой в передаче. Окей. Да. Перефектно. Из-за того, что фюзеляж, видите, немножко наклонен, крыло пытается съехать назад. И так как лонжероны стыкуются так и так, ну, видите, вот, второй будет сбоку. Второй будет ближе к хвосту. Соответственно, нужно тот, который ближе к хвосту, первое то крыло и ставить. Тогда не будет соскальзывать. Ошибки очень полезны при... Ну, не фатальные ошибки, полезны при сборке. Теперь второе крыло. Опять, главное, чтобы не долбануть. Главное, это медленно. Слоуле... Это... Мейн. Да, крылышко реально легенькое. Никакой нагрузки я не испытываю. Одно удовольствие от того, что собирать этот планер будет легко и просто. Так, загоняем второе крыло. Оп. Со вторым, видите, все намного проще. Друзья, надо ставить штыри. Окей. Даун. Оп, даун. О, есть. Ага, один окей. Окей, оп, даун. Оп. Друзья, Терри забыл, насколько высоко надо держать крыло. И не получалось нам сначала штырь вставить. Я делаю всегда alone. Окей. Все, сейчас все корректно, все красиво. Штыри стоят. Сейчас мы посмотрим, как они контрятся. Где ты положишь это? Внутри крыла. Вот такая хитрая конструкция. Продевается это все сквозь штырь и контрится оно с помощью гайки. Вот оно, оказывается, как. И гаечку эту, друзья, надо проверять перед каждым полетом. Но понятно, что открутиться она, в принципе, не захочет. Это должно быть оп, окей, оп. Нашел отверстие. Вставляю этот штырь. Оп. Теперь с этой стороны шайба. И гайка. Ну, что я могу сказать. Это штука надежная. Такой тип крепления. Но требует какого-то времени. Потому что у меня просто штыри в такой... На шляхере штыри в такую вот пластмасску вщелкиваются. И все хорошо. Затягивать, естественно, сильно не надо. Все. Главное, чтобы штырь просто не выпал. Окей. И теперь следующий. Все. И второй готов. Все. Теперь это крыло никуда не дается. Я не знаю, как сильно это должно быть. Я не делаю это слишком сильно. Да, да, да. Но нет штуки. Это не делает штуки. Пу-пу-пу-ру-пу-пу-пу. Тут стандартная система. Оп. Оп. Как я уже говорил, главное все делать медленно. Пушинка. Семь лодик. Одним пальчиком. О! Эки-гей. Оп. Нет. Сколько мух всяких. Ага. Окей. Не очень просто. Все. Но... Вот из-за системы здесь. Окей. Не было просто опять же первый раз поймать вот это положение, в котором он начнет закручиваться. Видите, я... Понятно, что хорошо, что Телли не дает мне... Ну, не собирает планер сам, а дает мне, вот это называется, помучиться. Ну, прошу все. Я теперь понял, как оно. Все затянул. Естественно, не до упора. Кружечку. Вот это, кстати, мне нравится. Кружечка. И тюк. И все. Высококультурно. Друзья, вот такая позиция моя веселая сопряжена с тем, что я вставил коннекторы топливных баков. Это оказалось не так просто, как хотелось бы. Смотрите, вот она. Вот эти коннекторы. Здесь их два. Они с разным положением, чтобы не перепутать. Вход, выход. Ну, а с этого крыла, я так понимаю, только вход. Потому что вентиляция у него сверху, через трубочку. Ну, и вот удобно оказалось сюда залезть, чтобы все сделать. На самом деле, наверное, стоило снять подголовники. Тогда было бы еще легче. Но, как видите, я могу... Заклепочка какая-то лишняя. Топливные коннекторы подсоединены. Можно заправляться. Так, все окей? Да, я. Я проверю. Ну, это очень хорошо. Это только начать мотор. И это один из разделенных инструментов. Но, когда двигатель работает, это будет релодом очень быстро. И они сделали диод между ними. И это делает вы потерять 0.6 Вольт. Так что это не релодом очень быстро. Когда это полный. Так что, это всегда что-то... Когда у вас два места, это очень безопасно. Потому что вы всегда можете релодом. Но это хорошо, чтобы вы переладите, чтобы выключить, чтобы выключить, чтобы выключить, чтобы выключить, чтобы выключить. Потому что это 20 А, или 18 А. Я не знаю, точно. Так что я буду помочь, чтобы сделать коннектор лучше. Что мы, друзья, сейчас делаем? Вешаем багажник. То есть, вот такая огромная багажная полка будет, которая не мере на место. Это для Пипистрел. И эта опция очень маленькая. Потому что они не хотят, чтобы выключить слишком много. Поэтому не покупайте Пипистрел. Потому что они остановятся здесь. И эта большая. Конечно, маленькая вещи, которые могут идти вниз. Так что вы поставите, как бы, как бы, Нет, нет, нет. Конечно, когда у вас появление, это может выключить. но голову будет защитной, поэтому она будет идти вот так. Это магия, это магия. И я, может быть, для тебя где-то, где-то можно закрыть, если хочешь. Нет, нет. Но это очень магия, так что ты крошешь, когда ты здесь, твои вещи на этой стороне... Это магия! Магия, чтобы ехать, чтобы иметь все. И это место тоже не используется, потому что... Так, я всегда думаю, может быть, экстра-баттерия. Это место должно быть улучшено. Эксперты... Эксперты... Не так большие. Может быть, с нормальным глидером он будет больше вниз. Но ты легче. Да, да. Так, один и один, у тебя меньше энергии с этой, поэтому не нужны такие большие. Так, так. Макс, я распаковываю? Да. Да? Давай. Ну, снимай, снимай чехол, Макс. Вот так, тяни. Оп! Макс, ну, красавец! Посмотри! Максу больше нравится самолет. Улетел самолет. Я буду сам взлетать. Не, очень страшно. Я никогда такого не делал. Ну, должно быть хорошо. Ветер встречный, нормальный, хороший. Погода бомба. Сейчас попробуем немножко полетать, попарить. О! Ю-ху! Ха-ха-ха-ха! Хулиган! Отлично. давай мы фонарь опустим чтобы было по-настоящему ну макс все игрушки которые покупаются для макса покупает папа себе но макс ты хочешь полетать на таурусе да макс уже готов и почему именно таурус потому что у него есть парашют вот ручка если что мы спасаемся вместе чеку потом мы снимем вместе с максом они прыгаем по отдельности на парашютах это огромное преимущество этого планера позволяет допустим спокойно летать с людьми которые вот может быть не выпрыгнуты по какой-то причине из планера или там парашют могут не открыть или еще что-нибудь ну и прекрасно видно можно всегда максика погладить пощекотать за ушком помочь ему пилотировать ну подержись за ручку можно вот так петлю будешь делать что будешь делать петлю или бочку бочку вот а молодец макс правильно а петлю покажи как молодец правильно мы вынули чеку из спасательной системы из парашюта теперь если что можно и пользоваться и будем усаживаться планер где the one can help moving the stick up я уже друзья забираюсь вообще без всяких проблем как себе домой мы чеки little bit the height is correct you can be a little hands in front with the hat i like to be higher me you see of course i like to fly like this but it's going in front and yeah you could have a limitation so check your for me it's okay okay yeah so you have to tell me hey cherry put this back i don't like it why not mm-hmm fuel in right is off me yes on on so for you it's always difficult to check so i suggest if you have a passenger ask but the good point if it's off you will know it before take off one and a half okay the starter is on if you forget to stop it it's not a problem yeah because it's just when you push on the starter that the starter is on now i start the motor yes in the motor and after it's out go out i see this process in the oh everything okay it is correct and then after you reduce but with this speed we are not going one more yeah yes one more yeah we check the battery we start to run to start very well Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok парим со скоростью 150 пожалуйста снижение у нас 16 то есть вполне себе нормальный переход главное что на 150 тихо вот реально без шума то есть моя принцесса суметь несколько больше и и конечно вода за клавиум вау ай припая ткер молки а со зиру и зиру все в эту пушь и с друзья ищем где здесь о а не фью тэн плюс 5 Прекрасно, друзья. Набирает. Хочешь левую спираль, хочешь правую спираль. На зренителе то 4 метра, то чуть больше. И стема, я не люблю, слишком много внутри, слишком сложнее. Он с нами, планировальщик, летит. Что-то он здесь задумал. Я не знаю, зачем он вообще лево взял. Сейчас он над нами пролетит. Красуется. Что ж, он твои, твою ж мать. Решил нам попозировать, наверное. Но мне-то страшно. Смотрите, какое снижение попали, аж минус 7 метров в секунду. Бывает и такое. Но я, правда, в разгоне разогнался немножко. Так, мой план сейчас сохраняю высоту. Попробовать перенесить воздух. Видите, как я вам сейчас могу показывать. Сейчас здесь попробую все-таки немножко набрать до кромочки. Потому что мне на хотя бы 300 нужно высота. Здесь сейчас быстренько наберем. Здесь очень сильный поток. Закуроз какой. Оп, заваливаю. Вау. Пока я очень доволен, друзья. Все, мне больше всего доволен тем, что действительно небольшой радиус виража. Очень послушный планер. Ручка вот она вот. Нежная, как... Не знаю, что. Видите, это работает? Велая – это сильная лица. Это сильный термал. Угу. Продолжаем эту линию или эту линию? Я думаю, это так. И добавляем на левую линию. Делаем. Прекрасно, прекрасно. Умирно. Неразумно. Это прием. Друзья, после Пик де Бюро мы идем на хребты, которые на восточный Пик де Бюро. И сейчас моя цель вот это вот облако. Под ним попытаемся набрать и может быть прыгнем туда подальше на Экранс. Посмотрим. Альтернативный путь был бы вот под облака справа. И попытаться тоже как-то туда вот ближе к озеру Сирпансон. Ну, мне уж хочется глобально на самое красивое место прыгнуть. Подходим к облакам. Где-то здесь должен быть поток. Оп. Приготовился. Выбрасываю скорость. Пока ноль. Ну, уникло. Опять. В левую спираль попробую. Вот облака, с которых мы пришли, красивейшие. Если он очень сильный, вы можете попробовать другую. Да, да. И сейчас все хорошо. И скорость будет низкая. Становимся в набор. Подберем немножечко. Ну, видите, вот уже опять три тысячи метров было. С 300 уходили. То есть буквально одна спиралька другая. И мы восполняем потери высоты. Это прям очень радует. И может быть не факт, что правильно мы стоим под этим облаком. Потому что следующее еще лучше. Но я лечу, знаете как, осторожно. Ну, вот не буду я наверно здесь добирать. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Сейчас мы пересекаем долину. И мой план вот прийти на вот этот склончик. Я не уверен, что он будет работать. Потому что ведь облаков нету. У нас присутствует достаточно сильный ветер. Северный, который немножко вышибает все. Ну, попробуем. Вы рассмотрите, любое поле, вот из этих, которые внизу, для этого генестрелечка, не годится. Потому что плане легкие, комфортные. Соответственно, долидную поляночку маленько может подземлиться. Ну, непривычное, конечно, положение. То есть я реально как в аквариуме. Я осматриваюсь вообще на все стороны. Могу заглянуть назад. Закрыл у планера. Очень необычно. И, конечно, само крыло короткое. Подожму, это 15 метров. Ты на двухместном планере. А твои ощущения, как будто ты, извиняюсь, на одноместного летишь. Ну, кстати, подпилотирование очень похоже. Тоже как будто на одноместном. Ну, видите, облачко, на которое я рассчитывал, потихонечку растет. Южная сторона должна работать. Сейчас мы туда пройдем. Я вот так для красоты вам сейчас как бы склон лечу. Ну, уже не буду больше. Вон там стоит планер в наборе. Сейчас мы туда пройдем и попробуем там выкрутить. Закрылок. Оп. Минуличку. Все. Ну, видите, работает. Yeah, wonderful. Я плюс 5. Amazing. Здесь, друзья, крайне сложно бывает найти дочку. Ну, не сложно. Я примерно это место знаю, но и не просто. Плюс я еще на планте, на котором на склон закручивать пока побаиваюсь, потому что не привык. Облако-то есть. Значит, раз облако есть, значит, может и энергия быть. Этот склон я периодически использую. Он юго-запад, он западная экспозиция, но сейчас уже во второй половине дня он не может работать. Да, и на скалы смотреть, когда у них ножки упираются. Тоже прикольно, скажу я вам. Терри. Монифиг. Это было неправильно для калькуляции. Да, да, да. Я думаю, что это лучше. Вот это называется брить жопой. Видите, как я могу упустить взгляд и смотреть на скалы, которые щекочут мою пузико. Очень прикольно. О, ты perfect for the speed. You don't stress me. А, окей. And then when you are getting used, you can be 90, but 100. It's perfect, what you have done. It's very secure. Облако над склоном, друзья, растет. Я просто сейчас динамички немножко выберу повыше и потом сможем набирать уже в термике. Ну, может быть, а сейчас пройдем до конца и цепанем. Вот тот случай, когда вот эти 100 метров больше, они, конечно, позволяют значительно быстрее набрать. Но не является это столь критичным. Как я бы так сказал, намного даже интересней. Посмотрим, может быть, мы поместимся по радиусу. Да, мы имеем достаточно места. Но не имеем потока. Правильно. Окей. Мы продолжим здесь. Продолжаем разговор. Если поток нам не дается кругом, будем брать его измором. Периодически мы на Принцессе здесь работали, друзья, почему это место хорошо знаю. Мы летали в заповедник Экранс, потом шалили над гостиницей, там одной такой хитрой. И когда возвращались с этой гостиницы, получалось очень низко приходить вот на эту стеночку. И вот сейчас мы выбираемся в 2500 у нас, а я выбирался здесь в 2000. Поэтому не составляет мне труда здесь поиграться. Я иду вперед. Есть тут одно хитрое место прикормленное. Если мы придем достаточно высоко, мы возьмем поток. Если нет, не возьмем. Но сейчас идея какая, что вот эта горка, которая сзади осталась, она не всегда работает хорошо и корректно. Поэтому мы пробуем немножко уйти здесь дальше, поглубже в это ущелье. Вот здесь нам будет только мешать северный фоновый ветер. Вот он слева дует, но энергия сейчас справа, потому что солнце справа. Вот сейчас там будет понижение в Припте. Есть шанс, что мы выйдем над сканниками и как бы в такую зону конвергенции попадем. Северный ветер встречается с южным бризом. Вот это вот примерно то, что сейчас. Только пока еще не совсем то, что надо. Но там облако, видите, хорошее. Возможно, мы там пошалим с этим облаком. Видите, там понижение немножко в системе. Но все равно они достаточно высоко. Они не настолько хорошо высоко, как я хотел. Но вот примерно сюда я хотел. Оп! Да, и наблюдение Айзекскал вот так на морде своей, это, конечно, скажу я вам, потрясающее чувство. Главное, что я лечу достаточно медленно. Ну, ведь и в нулях южный скон все-таки работает. О, водопады, юг, вот это. О, друзья, посмотрите, какое озеро. Озеро Яблоко. О, какая красота. Лейк. Вот этот склон мне нравится. Если он отработает, я попробую на нем и выкарабкаться. Да. Друзья, вот сейчас камера включилась и не грелась. GoPro 10 опять будет неладно. То есть, если кто будете покупать для подобных съемок, не покупайте эту гадость. То есть, вообще не работает. Окей, окей, контрол. Окей. Ага. Сейчас Кунтери помогал мне набрать высоту, а я остужал, пришел с камеру даже разобрать. Пришлось вытащить аккумулятор из этой заразы. Вот мы прошли немножечко, и вот здесь вот с этого ребра снизу взяли поток и набрали. Направо мы идти не можем, потому что там заповедник. Поэтому придерживаемся тысячи над Адельефом. Ну и, в принципе, я вам сейчас покажу литник. Раз уж такая пьянка. Закрываю форточку. Окей. Это не плохо. А, да. Окей. Это немного слегка? Да. Мы не имеем возможности идти к левому, потому что это скрытый аэрспейс. Да. Мы идем прямо, и после движения к левому, но мы сможем находить тысячу метров над Адельефом. Друзья, мы здесь тысячу метров над Адельефом. Конечно. Отлично летаем. И вот, смотрите, Большие Альпы все. Вот большой самый ледник. Ну, на большой ледник мы не пойдем, потому что у меня нет времени. Мне всего лишь два часа мои друзья дали времени погонять. Но мы вполне сейчас заберемся, посмотрим большой ледник. Вот, даже здесь поток есть. Ну-ка. Оу. Вандерфул. Не будем здесь набирать, сэкономим время. Собственно, я сюда хотел и забраться. Это одно из самых красивых мест экранца. Внизу сбоку у нас ледник, с которого текут водопады прекраснейшие. Сейчас я на него спикирую и покажу вам его более в красивом виде. Мы могли бы сейчас туда споптаться, ломануться. Но здесь заповедник, то есть мы везде капельку будем нарушать. А это, в общем-то, не хочется делать. Ведь я выбрал этот день для полета на капистреле, потому что уж очень погода прекрасная. Сюда было забраться, сюда лететь недалеко от нашего дома. Это всего лишь 61 километр, вот прибор показывает. Совсем недалеко. Ну, вот смотрите, вот они водопады, я на них пикирую. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Посмотрите, какую красоту можно увидеть в заповеднике Кранц. Вот это озеро на высоте где-то 2200 метров. Вот здесь вот находится ледник, над которым иногда на планере удается пролететь. И вот я сейчас вам широким углом панорамку сниму, потом попробую на увеличение показать некоторые особенные красивые места. Вот долина, из которой мы поднялись, вот там внизу. 1600 погод, сегодня бомба, кромка уголков где-то 4000. Эх, можно было полетать, конечно, но и так хорошо. Оп, щелк, еще разочек назад. Вот такая красота. Вот висит, как раз здесь проходит, можно перемахнуть иногда повыше и сразу домой лететь на хорошем маршруте. А вот смотрите, то место, куда мы вчера зашли, но нас туда не пустили. Вот сюда мы вчера дошли, денег у нас не было на речных столько, чтобы там заночевать. И мы ночью спустились оттуда обратно и заночевали вот на том плата. Вот на вот этом плата мы заночевали. В общем, было очень весело. В этом купались в грузьях. Мы ходили, трогали снег. Ничего, к еще приближу. Всякие водопады фотографировались. И потом очень долго думали, стоит ли на это озеро забираться. Ну, не выдержал я. Думаю, да ладно, рискнем. Вот, такую красоту, конечно, посмотрите. Оно глубокое. Метра три с половиной. Три где-то в центре. Полностью все прозрачное. И мы сейчас искупались. Ну, очень кайфово. Вот это вот, вот это чудо нам на озеро дорогу показало. Шоу впереди. Вот реально, где-то метров 300 он взял сам. Ох, вот так вот весело у нас в Альпах. Игей. Туся, скажи что-нибудь. Тебе нравится? Полное счастье. Друзья, я купался в этих всех озерах. Сейчас я поменяю на правый вираж. You can do the photo? No, no. Вот смотрите, внизу везде водопады. Вот внизу озеро под нами. Я в нем купался. Еще одно большое озеро купался. И вот сейчас крылом покажу. Смотрите, вот там моя палатка стояла. Вот там. О, и тут стояла тоже. Вот это озеро. Как раз красивое. Все, я, наверное, буду разворачиваться. Потому что подместо и красивое, но нам нужно домой быстренько-быстренько. Мне еще не надо вылет с моим другом слетать на принцессе. Мне очень любезно подарили сегодня времени немножко, за что я моим коллегам очень признателен. И назад мы используем этот же склон южной экспозиции. На нем присутствуют восходящие потоки. Единственное, что сейчас поджиматься к склону не могу, потому что должен иметь тысячу над рельефом. То есть сейчас я отворачиваю, обхожу немножечко этот рельеф стороной. Ну, потом вот так вот вилять, вилять, зигзагом, зигзагом. Будет все прекрасно. Да, первый полет на пепестреле и в такие глубиня. Куда, Макар? Нет, есть глубиня побольше. Просто вопрос, что это глубиня, на которой мы можем слетать быстро. То есть мы сюда долетели за один час 60 километров. Ну, пока набирали, пока выбирались. То есть какое-то время это заняло. А так вы все видите сами прекрасно, как все легко и просто. Сейчас мой план вот там набрать промку и вот по этой грядой рвануть в сторону аэродрома. Там, кстати, какая-то псевдогроза образуется. Вот она мне очень не нравится. Как вы видите, друзья, мы взяли совершенно шикарнейший поток уходящий вот с этих лужочков снизу альпийских и крутим в этом потоке, набираем прямо на самой границе нашего заповедничка. То есть, конечно, подлость в том, что буквально вправо чуть-чуть и поток намного лучше. Вот я бы на склон вышел бы с удовольствием, но вот я, к сожалению, не могу это в легальном видео выдать вам. Посмотрите, какая сочность же делень на холмах. То есть, да сколько трава там вкусная. Был бы я овцой какой-нибудь, я бы прям вот я на эту траву смотрю, она такая зеленая, что мне хочется ее съесть. Хотя я и люблю мясо. И вот это сочетание прекрасного такого вот снега потрясающего и вот этой зелени, не менее потрясающего. Оно, конечно, даже меня завораживает. Скороподъемность у нас, ну не верьте этому прибору, 6,6 метров в секунду у нас нету. Я думаю, что у нас на среднителе где-то метра три в этот поток, причем он плавает. Но в целом набираем хорошо. Падают водопады. Можно это вбить, и, к сожалению, вы, наверное, на GoPro вам не дают такого разрешения, которого дает вне. Ой, ангелингово. Оп. В прошлый раз тоже где-то 3-400 набор закончился. Видите, чем ближе к облакам, тем это все сложнее. Поэтому я, пожалуй... Это экран, ага. Я? Это экран. Все, я, пожалуй, закончу набор. Попрощаемся мы с этим потрясающим местом. И у меня был один из вариантов идти вот этим хребтом. Не пойду, пойду напрямую. Потому что облака явно лучше. Вот эти облака меня придерживают, и я прямо четко дошпарю, до... До аэродрома. Попрощаемся. 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 как вы можете заметить друзья мы движемся сейчас по хребту над хребтом нолики нас постоянно придерживает то есть то что я вам говорил что посмотрим на какой высоте мы придем на аэродром посмотрим но как вы видите я халтурю набираю высоту но заметьте набирают я ее не специально нечаянно завис на 80 но здесь как то у вас вообще летит хорошо вот 70 летит тоже прекрасно зависает потоки восходящему то у нас уже опять три километра сзади вот оттуда вы пришли ведь как все хмарю поддергнуть то есть горы недавно были совершенно освещены солнцем вас все верхний ярус какой-то растекание все достаточно так интересненько идем а вы а я у вандыку орел вуду вам же ну что ж все летит кто планером не пера делаю можно ложиться спать посмотрите друзья ну просто вот моя принцесса тоже так умеет но все-таки не настолько шикарно то есть это очень устойчивый летатель аппарат сброшенной ручкой сейчас чуть-чуть вот крипокренечку его подправил так целом вот он шуршит себя спокойнее все на скорости 150 а 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 как вы видите высота 2300 метров у нас были сзади места для набора остался склон я вам сейчас его покажу вот он остался вот они его прошли имели поток но набирать мы не стали потому что до аэродрома нам хватает а а на аэродроме нас уже ждет мой друг Костик а сам шпарю ну как шпарю видите как вот шпаришь летишь вот планер прекрасно сам летит что тут шпарить 150 вот у него круиз все великолепно планер летит то есть таврус очень устойчивый то есть я прям честно говоря ожидал чего-то хорошего но чтобы такого хорошего здесь очень айфовцы любят пастись а вот кстати какие то были как вы думаете когда нужно отворачивать от склона сейчас я залез в турбулентность посмотреть как себя планировочек ведет в турбулентности да никак в том смысле что она ему пофигу как прекрасно когда склон на тебя несется вот таким вот образом прям на твою морду а ты ничего не боишься не боишься отвернуть от него потому что знаешь что отвернешь вот раз ждем 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 проверяем нервы и так воп красота планер конечно на такой скорости бесконечно подслушан летит он быстро То есть повторюсь, что не нужно было к склону прижиматься с точки зрения полета Потому что нам энергия не нужна Но с точки зрения красоты и вообще возможности посмотреть на скалы Несущиеся на 150 км в час в такой панорамной кабине Я думаю, что это правильно Так, сейчас надо аккуратно вдруг ланер справа выскочить Оп, нет, никто не выскочил Соответственно, я поворачиваю Ну, чашка пиндобюра Ну, соответственно, опять же Никакого резона облизывать эту чашку нет Ну, просто перед вами покрасоваться Когда еще завтра, может быть, слетаю так же И я просто травлю лишнюю высоту Она мне не нужна Елочки Иголочки Смотрите, как красиво можно лететь Такая впереди Хитроформальная скала Такая справа Затыпится крыло или нет? Не, пронесло Все Летим в долину Высота 2000 метров Нам хватается с плытком до нашего аэрогрома Шпарим На полной скорости Опять перехожу на автопилот Опять автопилот, друзья Планер летит сам Вот вам еще один ракурс Как это все выглядит Вот так может быть И вот так может быть Мы летим, подлетаем к аэродрому Сейчас будем заходить на посадку Я просто попробовал, как камера снимает снаружи В таком виде Вроде как прекрасно Соответственно Складываю все Видите, а планером, в принципе, никто не управляет Все хорошо Летит прекрасно сам Зачем вообще нужно не управлять? Чудо! Вест-венд Как вы хотите Окей, я делаю лендинг в север Потому что это 90 градусов Будем заходить классической коробочкой на юг Сэрлопатейнде Виктор Довинг лайнер в север Окей Спит из 100 Лук на правой Я думаю, окей Заходим по относительно короткой коробочке Я не люблю длинную Да, сэрлопатейнде Ну, такую дугу сделаю Виктор Довинг лайнер в север Да, да, да Сэрлопатейнде Полосы наблюдаю Уменьшаю положение закрылков Чтобы не Я сейчас по оси полосы выдернусь Ну, все В принципе, мы, грубо говоря, приземлились То есть только боковой ветер немножко Поэтому я пока Лечу, 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 лечу А теперь, оп, и буду воравливаться Сэрлопатейнде Лечу, лечу, лечу Не так хорошо Да Да, да Сэрлопатейнде Лечу, 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 лечу Лечу, лечу Сэрлопатейнде Лечу Сэрлопатейнде Лечу 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 Погнали Вау Невероятно А вон там какое-то озеро далеко Вау Я на ветреной стороне облака Вот Все Выше вершины Мы ее покорили Какая красота И вот рядом с облаком Вот так вот Раз Вот так вот Два Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому